Что собой представляет сегодня российский парламент? Какие законы принимают и чьи интересы защищают депутаты? Об этом в нашей программе стоит задуматься. В студии Регина Лисаченко. Здравствуйте и сегодня в выпуске. Обратный отчет до выборов в Государственную Думу осталось 100 дней. Что в первую очередь беспокоит россиян и кого они хотят видеть в парламенте? Новый опрос в ЦИОМ. По грязи в отходах, по подсчетам специалистов, площадь свалок в России достигла размеров Швейцарии. Проблему переработки мусора обсудили на охотном ряду. В КПРФ предлагают запретить чиновникам занимать высокие государственные посты, если их ближайшие родственники занимаются бизнесом. В Государственной Думе идеи коммунистов поддерживают далеко не все. На этой неделе будет преодолен символический рубеж 100 дней до выборов в Государственную Думу. Накануне этой даты Всероссийский Центр изучения общественного мнения провел опрос среди россиян. В частности, респондентам предлагалось ответить на вопрос, какие проблемы их волнуют на входе в кампанию по выборам депутатов Государственной Думы. В первую тройку проблем по народным оценкам сегодня входит экономика, низкие зарплаты и безработица. Также россияне обеспокоены ростом цен, нищенскими пенсиями, доступностью и качеством здравоохранения и образования. Впрочем, согласно итогам опроса, начиная с января показатели социального самочувствия граждан стабилизировались и даже частично выросли. Например, если еще в январе ростом цен были обеспокоены 20% респондентов, то спустя 5 месяцев число таких людей уменьшилось практически вдвое. Это нужно называть инструментами манипуляции общественного мнения, а не опросом общественного мнения. Больше всего население интересует и волнует вопрос о росте цен на продукты питания и на тарифы ЖКХ. Если верить авторам исследования, то текущий кризис воспринимается общественным сознанием относительно спокойно. Он оказался не настолько травмирующим фактором, как события начала 90-х или кризис 2008 года. Число тех, кто доволен своим питанием, за 25 лет увеличилось в разы с 31% до 79%. Похоже, 20 миллионов граждан, живущих за чертой бедности, специалистам в ЦИОМ на глаза не попались. Кроме того, мы же знаем, что те же правительства заседают постоянно и говорят об огромных долгах, которые в регионах по выплате зарплат. Поэтому тут нужно бить в колокола. За четверть века количество граждан, удовлетворенных своими жилищными условиями, также выросло с 51% до 68%. Между тем, суммарный объем просроченных долгов по ипотеке достиг почти 300 миллиардов рублей. И это новый рекорд за все время ведения статистики. В советские времена семьи получали квартиры бесплатно, достаточно большие, комфортабельные квартиры. Сейчас в лучшем случае ипотека, причем такая, которую не потянуть, особенно молодой семье, не может в принципе быть, что сейчас жилищные условия становятся лучше. Дома, которые были построены 50 лет назад и рассчитаны на 25 лет службы, они по-прежнему стоят. И никаких перспектив у людей переселиться нет. Судя по всему, по мере приближения к выборам, истории с неизвестно откуда взявшимися процентами будут повторяться все чаще. Ведь не важно, о чем спрашивают респонденты, важно, как задан вопрос. На прошлой неделе Конституционный суд признал систему Платон, но исключил произвольное повышение тарифов. Напомним, в начале весны 92 депутата фракции КПРФ подали запрос в суд с требованием проверить конституционность Платона. Коммунисты сочли, что плата за тонны противоречит Налоговому кодексу РФ и не отвечает требованиям справедливости, соразмерности и экономической обоснованности. По мнению коммунистов, можно было использовать существующие системы сбора платежей через акцизы на топливо или транспортный налог. Я не согласен с тем, что Конституционный суд объявил нормальную ситуацию, при которой система взыскания денег по существу налогов, она возложена на частную фирму, на частную компанию, на определенных лиц, которые с этого делают, имеют очень большой барыш. Кстати, только обслуживание системы Платон налогоплательщикам будет обходиться в кругленькую сумму. 10 миллиардов 600 миллионов рублей в год. Причем это фирма, которая без всякого конкурса пришла, взяла и начинает теперь собирать денежки. В то же время Конституционный суд признал, что механизм взаимодействия владельцев системы Платона с дальнобойщиками должен устанавливаться исключительно государством. Конституционный суд все-таки сказал, что штраф не может взыскиваться автоматически, так как нас сейчас взыскивают при нарушении скорости. А должно быть так, чтобы в каждом случае вину устанавливали. Вот если все-таки будут устанавливать вину водителя, владельца транспортного средства, то это уже некие подвижки. Также представители Фемиды указали правительству на недопустимость чрезмерного обременения предпринимателей в сфере грузоперевозок. Хотя вряд ли кто будет прислушиваться к рекомендациям суда. В Государственной Думе уже лежит правительственный законопроект, разрешающий местным властям вводить платный въезд на отдельные территории населенных пунктов. Документ, о котором идет речь, будет рассмотрен на пленарном заседании парламента 7 июня. Бывший сенатор и мэр Владивостока Игорь Пушкарев стал фигурантом уголовного дела. В середине прошлой недели его задержали, посадили в самолет и доставили в Москву. Уже в столице в суде ему предъявили обвинение – коммерческий подкуп и злоупотребление должностными полномочиями. По версии следствия, Пушкарев помог предприятию дороги Владивостока организовать приобретение строительных материалов у группы компаний «Восток Цемент». Стоит отметить, что возглавляют и контролируют «Восток Цемент» ближайшие родственники главы города. В КПРФ уже давно предлагают запретить чиновникам занимать высокие государственные посты, если их ближайшие родственники занимаются бизнесом. Однако в Думе идеи коммунистов поддерживают далеко не все. Есть, конечно, истории и не такие громкие, как Дальневосточная, но суть проблемы от этого не меняется. Прямой пример из моей практики, когда в городе Кимры, небольшой городок Тверской области, мы провели аудиторскую проверку и оказалось, что примерно в течение 8 лет основные муниципальные заказы и другие средства, которые выделялись на решение каких-то муниципальных проблем, они все шли через фирмы, которые принадлежали жене бывшего мэра. Сегодня, по данным различных фондов, коррупционный оборот в России достиг 50% ВВП. По признанию главы правительства Дмитрия Медведева в 2014 году в офшоры из системы ЖКХ уплыло более 23 миллиардов рублей. Коррупция стала одним из наиболее опасных явлений для общества и государства в последнее десятилетие. Я предложил и внес 4 закона в Государственную Думу с предложением о том, чтобы запретить родственникам высших наших чиновников, имеется в виду министрам, губернаторам, руководителям обеих палат парламента, их заместителям и председателям комитетов, председателям региональных парламентов и их заместителям, и мэров городов муниципальных наших образований, запретить занимать эти должности в случае, если их ближайшие родственники, жены, дети, братья и сестры, родители занимаются бизнесом. По мнению автора законопроектов, ни о каком ограничении конституционных прав речь не идет. В отдельных случаях, когда вопрос идет о национальной безопасности, о государственных интересах, о защите этих интересов, о защите интересов населения и так далее, можно в определенной степени, в отношении определенных каких-то категорий людей, заниматься ограничениями. Госдума не поддержала поправки, предложенные коммунистами. И, наверное, зря. Будь такой закон, возможно, и не случилось бы дальневосточной истории о мэре-коррупционере. В России на сегодняшний день скопилось около 30 миллиардов тонн отходов. И более 90% из них просто вывозятся на полигоны. По данным госкорпорации Ростехнологии, в стране действуют всего 243 мусороперерабатывающих завода. Между тем, в российском законодательстве даже нет ясного указания на то, кто отвечает за подготовку специалистов по переработке вторичных ресурсов. Накануне Всемирного дня охраны окружающей среды в Государственной Думе по инициативе фракции КПРФ обсудили вопросы кадровой модернизации в сфере устойчивого управления отходами. Именно это звено оказалось самым слабым в сложной системе борьбы с промышленным и бытовым мусором. Раньше была такая мысль, что мусором может заниматься любой. Ну что там, погрузил, отвез, сбросил, ну и все. И на этом все. Оказывается, работа с отходами – это сложнейшая наука, которая требует серьезнейшей подготовки во многих областях знаний. Здесь и химия, и физика, и логистика. Сегодня на отходы надо взглянуть под другим углом. Это не мусор, а неиспользуемые ресурсы. Для создания современной отходоперерабатывающей отрасли в России, по мнению участников круглого стола, необходимо объединение усилий государства, бизнеса, науки и образования. Я думаю, в этой сфере как раз может возникнуть синергия, которая поможет нам не только в рамках наших исследований, нашей дискуссии плодотворной, но и в рамках реальной практики, реальной экономики решить поставленные задачи. Для реализации грандиозной задачи нужны высококлассные специалисты. Пока же страна теряет колоссальные деньги, не используя в полной мере этот чрезвычайный ресурс. В конце программы хотелось вспомнить об одной дате. 1 июня 1962 года в СССР вышло постановление Центрального комитета КПСС и Совета министров об индивидуальном и кооперативном жилищном строительстве. Схема была простая. ЖСК получали суду государства или предприятие, на которое и строили дом. В некотором смысле это похоже на современную ипотеку. Однако с важным отличием. Тогда не было грабительских банковских процентов. В первую очередь ЖСК стали организовывать в столицах союзных и автономных республик. В краевых и областных центрах, где имелись необходимые строительные организации и производственная база для строительства. При этом сметная стоимость домов, строящихся на средства дольщиков, рассчитывалось из цен, установленных для государственного жилищного строительства. Сроки строительства также выдерживались. Только за первые три года ЖСК построили 15,5 миллионов квадратных метров жилья. Для сравнения, популярнейшая копейка ВАЗ-2101-11 выходила с конвейера по цене 6,5 тысяч рублей. Кооперативная четырехкомнатная квартира стоила на тысячу дороже, с рассрочкой платежа на 15 лет. К середине 80-х годов по стране было организовано около 100 тысяч жилищных кооперативов. Однако из-за начавшейся перестройки, а затем и последовавшего развала Советского Союза, строительство домов растянулось на десяток лет. Людям зачастую пришлось серьезно доплачивать, чтобы получить свое жилье. Впрочем, сегодня все чаще в России возвращаются к идее создания жилищно-строительных кооперативов. На сегодня это все. Это была программа «Стоит задуматься» и я, ее ведущая, Регина Лисаченко. Смотрите нас через неделю. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова